Когда у меня были проблемы с сердцем, когда у меня были проблемы с сердцем, в 1999 году у меня были очень серьезные проблемы, связанные с сердцем. И однажды, когда в Нью-Йорке мы закончили семинар, мы с женой должны были решить, я себя очень плохо чувствую, нам нужно лететь в Корею или же лететь в Перу. Мы начали общаться. На тот момент и жена себя чувствовала плохо, и я тоже плохо себя чувствовал. Но мы решили, даже если надлежит умереть, лучше проведем семинар. Мы сели в самолет, и нам дали места посередине. И рядом со мной села незнакомая женщина. На неумелом английском языке я начал разговаривать с ней. Я спросил, вы живете в Риме? Она говорит, да. А я сказал, что ей это проводит семинар в Риме. И я спросил, вот я хотел бы попросить у вас, да, конечно, говорите, чем могу помочь. Моя супруга сейчас очень плохо себя чувствует. Я вот очень благодарен. Если вы пересядете на другое место, тогда моя супруга сможет лечь и лететь в Риму лёжа. Не могли бы вы содействовать нам? Эта женщина сказала, хорошо, конечно, я смогу вам помочь в этом. Я пересела, а моя супруга смогла лететь лёжа. Потому что жена тоже себя плохо чувствовала. Когда мы прилетели в город Рим, знаете, это был самый сложный семинар в моей жизни. Вечером, когда я хотел подняться на сыну, чтобы передавать слово, так сильно забилось сердце, что я не мог подняться. Я спустился вниз, а я вижу, там есть комната ожидания для спортсменов. Еле-еле, мне кажется, я закончил тогда слово. Пастор Йонжи, покойный, наш пастор, он вдруг поднялся за сына и говорит, кто из вас хочет получить молитву от пастора, пожалуйста, выходите вперёд. Я сказал, Йонжи, ты что, меня убить собрался, что ли? Ты что делаешь? Наверное, где-то 200 человек вышли. Я сказал, Йонжи, прошу тебя, не надо так делать. Я был очень уставший. Я лежал в Перу, Риме. После семинара я летел в Корею. Братья церкви в Риме, они вышли, думая о том, что это последний визит пастора в Рим. Все так думали. В 99-м году у меня были серьёзные проблемы с сердцем. В больнице они меня неделю проверяли, но не могли выявить причину болезни. В Нью-Йорке сказали, что есть очень хороший врач, и мы поехали туда. Ему было за 80 на тот момент. Он уже на пенсии, но приходит в больницу для того, чтобы осмотреть каких-то особых пациентов. Он взялся за мою болезнь. Он прикопил ЕКГ ко мне. Потом измерял скорость. Целый день он обсматривал меня. К вечеру. Он говорит, вы простите меня, конечно. Однако мы не сможем вылечить вашу болезнь. Знаете, я думал, что может мне останется где-то два или три месяца всего лишь прожить. В тот момент мы жили в городе Тэчжон. Тогда мы строили семитажное здание. И братья работали на внешней стороне здания. У меня так сердце сильно билось, что я не мог смотреть на рабочих. Я думал, что сердце становится от страха. На тот момент мой сын учился в Америке. Я решил позвать моего сына в Корею. Любой науке можно научиться в любое время. Но что касается мира веры, это невозможно научиться в любой момент, поэтому я решил позвать его в Корею. По-моему, это было в августе того же года. Мы проводили конференцию. К вечеру я лег спать. Но в тот день, знаете, от офиса нашего в АДО, места, где проводится детская воскресная школа, нужно пройти где-то 500 метров. А я прошел эту дистанцию четыре раза. Представляете? По песку. Я прошел туда-обратно четыре раза. То есть, получается, четыре километра. Я подумал, как я смог пройти такое большое количество? Быть такого не может. Мне не верилось. Однако, как бы я ни размышлял, да, моим способом это невозможно, но это было действительностью. В тот день, когда я ложился спать, я понял, что мое сердце уже здорово. Бог исцелил мое сердце. И на следующий день я начал заниматься бегом. После конференции я приехал в Дэджон. Рядом у нас была школа, перед которой есть хороший стадион. И рано утром, там очень красивые сосны. Один круг 300 метров. И я начал бегать сначала по два круга. Было очень больно в Баку. Но я верил, что Господь Бог исцелил меня. И поэтому я продолжал бегать. Приобрел легкие кроссовки. И начал бегать. Каждый раз, когда я выходил на улицу, я бегал в Россию. Когда я поехал там, перед дворцом, есть очень хорошая площадь. И там я бегал. Где бы я ни оказывался, я мог заниматься спортом. И постепенно один километр, два километра, три километра пробегал. И все, число начало расти. Затем, когда ты принимаешь душ, так себя хорошо чувствуешь. И сердце, которое должно было становиться... Врачи говорили, что нет способа исцелить меня. Но Господь Бог вылечил меня. Присвиктор Хан. Он известный врач по всему миру. Но я не знаю, конечно. Правда, он говорит, но он говорит, что у меня сердце самое лучшее среди всех сердц, которые он видел. Действительно, я стал очень здоровым, за что я благодарен Господу Богу. Знаете, в моей жизни, если мне скажут, чтобы я говорил, как Бог жив и действует в моей жизни, я могу без конца рассказать об этом. Представляете, 800 миллион человек на протяжении недели слушали мое слово. брат Ан, который переводил, да я говорю, ты стал звездой. Представляете, в больших телерадиокомпаниях в США даже транслировали мои проповеди. И брат Ан так радовался этому. Говорит, ты ходи, как твое имя говорит, по новой дороге. Знаете, мы, когда, например, ведем войну, важно, в какой истребитель ты садишься. Можно сесть в такой самолёт, где ты будешь сам всем управлять, где ты можешь отправлять ракету, да, и все, что хочешь. То же самое, если в моей жизни есть какие-то недостатки и слабости, даже если я некрасивый, если я сажусь в Бога, как пилот, когда садится за руль, он может управлять самолётом полностью, как ему угодно, то же самое. Господь Бог, Он вполне может совершить всё в моей жизни. Знаете, чем бы я ни занимался, мне было трудно поверить, но я поверил. Действительно, было трудно поверить, что это реальность, но я поверил. Как такое возможно? Столько человек будут слушать моё слово. Да быть такого не может, я думал. Потом мне позвонили из разных телеразийных компаний, сказали, что хотят брать интервью у меня, и действительно, они брали интервью у меня. Телекомпания ТБН, мы брали интервью в субботу, на прошлой неделе, и начальник сказал, давайте ещё возьмём у вас интервью. Я сказал, конечно, хорошо, это же всё равно бесплатно. С радостью я дам интервью. Многие телеразийные компании заинтересованы для того, чтобы взять интервью у меня. и мы хотим дальше транслировать наши проповеди через эти телеразийные компании. Сказали, что интервью будет 30 минут, но я давал 45 минут интервью. Они не останавливали меня, поэтому я продолжал говорить. Но, представляете, дорогие братья и сёстры, в моей жизни неужели такое было бы возможно? 800 миллион человек. Знаете, даже если из 800 миллионов потенциальных зрителей один миллион посмотрит, это, представляете, сколько человек услышали Евангелие? Господь Бог, наш Бог, такого меня использует. Он точно не такой скупой, как я. Все говорят, что я очень скупой человек, что ничего невозможно выпросить у меня, говорят. Да, действительно, я, наверное, скупой человек. Но Бог, который во мне, Он — великий Бог. Знаете, когда я читал Библию, я представил себя на месте Давида. Представляете, Голиаф был ростом 6 локтей и 5 локтей. Один локоть — это 45 сантиметров обычно берут. Если два локтя, это 90 сантиметров. Правильно? А шесть локтей — это получается 2 метра 70 сантиметров. и 5-й. Да? И почти ростом был 3 метров. Очень большой человек. И его доспехи, если его так посчитать, да, у него только доспехи весили 5 тысяч сиклей меди. Представляете? Большой вес был у доспехов у него. И такой Голиаф. Да, раньше, знаете, не было же автоматов. Конечно, если был бы автомат, можно было победить. А у него было копье подобное навою у ткачей. Знаете, современные люди не знают, что такое навою у ткачей. Это такое длинное-длинное устройство, да, раз-раз и используют для того, чтобы хорошо ткать. Я, конечно, не знаю, как у израильтян выглядит навою, но я думаю, что схожее. И у него копье было настолько длинным, можно понять. Но Давид стал против Голиафа. Голиаф говорит, да, отправьте ко мне одного, давайте мы сразимся, и если я побежу, тогда мы будем вашими рабами, если же вы победите, мы будем вашими рабами. Однако никто не мог предстать перед Голиафом. Но Голиаф же как этот необрезанный смеет поносить нашего Господа Бога. Я убью его. Тогда брат Давида приходит и говорит, ты что, пришел просто понаблюдать за войной? зачем ты пришел? Нет, я пришел воевать. Ты что, вон отсюда, уходи. Если я его побежу, тогда представляешь, что будет? Говорят, что он сделал с зятем своим. Давид говорит, я смогу победить его. он идет к Саулу. Саул увидел и рассмеялся, говорит, нельзя. Конечно, хорошая идея, но ты же юноша, а он же воин с детства. Тогда Давид говорит, раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, я догонял его и побеждал его. Бог, который избавил меня из пасти льва, я верю, что он спасет меня и от этого необрезанного филистимлянина. Тогда Саул говорит, хорошо, иди сражайся, Бог будет с тобою. Да, Саул казался Давид такой хороший и дал свои доспехи, свою броню, шлем. Но в Библии написано, что Саул был выше на голову Астане, и поэтому вы представляете, как он высоким был. И поэтому эти доспехи не подходили Давиду. Да, он говорит, это мне не подходит, поэтому я пойду. И он взял пять камней гладкие и предстал перед Голиафа. Голиаф смотрит, и он недооценил Голиафа. Ты что, думаешь, что я пес, что идешь палкой ко мне? Он говорит, я смогу уничтожить тебя. И Давид говорит, ты идешь против меня с мечом и копьем, я же иду именем Господа Бога Савауфа. И я верю, что Бог предаст тебя в мои руки. И я отдам тебя птицам небесным и зверям земным. И узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. Голиаф начинает идти против Давида. И Давид начинает крутить не стремительно и говорит, ну иди сюда, иди сюда, быстро, а ну-ка иди сюда. И когда он бросил камень, маленький камень, представляете, прямо попал в лоб Голиафу. И после этого говорят, что поменяли доспехи, чтобы можно было закрыть лобовую часть. Знаете, наш наша жизнь, да, порой бывает, она полна трудностей и тяжестей. Когда же нет трудностей, мы хотим просто жить. Но тогда, когда очень тяжело, обременительно, тогда, когда у нас нет своей силы, мы начинаем искать Господа Бога. большинство людей верят в Господа Бога, ходят в церковь. Однако, они не имеют ясной связи с Господом Богом. Знаете, когда я еду за границу, да, я встречаюсь с министрами, с президентами, и самое первое, да, они говорят, давайте заключим меморандум о взаимосотрудничестве. Мы подписывали множество меморандумов о сотрудничестве. Когда подписывается меморандум о сотрудничестве, потом мы меняемся документами и храним друг у друга. И во время этого периода каждая сторона должна сдержать свое обещание. наше правительство обещает сделать вот это, вот это, и вот так, вот так вот будет наставлять, вот так, вот так будет вести, в этом будем помогать. Есть договоренность определенная. Раз в год, знаете, обычно нужно продлевать срок меморандума, но если нет каких-то особых причин, тогда оставляют прежним соглашение, не меняют. И мы предоставляют нам все условия, чтобы мы могли трудиться. Мы же предоставляем им майн-образование, программу майн-образования для молодых людей тех или иных стран, и через них мы передаем Евангелие. Многие правительства видели, что через майн-образование, которое мы предоставляем, молодые люди меняются. Например, в университете Коббельт мы установили факультет майн-образования. И сейчас эта программа воспринимается на ура. Университет Русака находится в Замбии, в столице. Можно сказать, это Сиульский университет в Корее. А Коббельт это региональный университет, небольшой университет. Ректор пришел из столичного вуза и сказал, давайте проведем здесь майн-образование. Тогда мы сказали, давайте потом. Мы сначала сделаем все в Коббельт университете. И тогда ректор университета Коббельт так обрадовался, что мы именно их поддержали. И мы хотим в университете Русака тоже затем проводить. мы ничем другим не можем помочь. Однако в нас жив Господь Бог. И посредством этого Господа Бога мы можем идти вперед. Дорогие братья и сестры, когда Господь Бог сотворил человека, Он не просто так сотворил нас. Он очень интересно создал нас. Наша церковь очень многие люди заболевают болезнью рак. Поэтому я приобрел литературу о болезни рак. Книги, которые написали очень известные люди. И я читал много статей, которые написали эти люди. Если посмотреть, все авторы этих книг очень известные и влиятельные люди. Но у каждого врача свой подход, свое мнение. но кто-то говорит, что это нужное нам. И кто-то говорит, чтобы выжить, нам нужно иметь подобную болезнь. А например, ученый Чон что он пишет? Что у диких животных нет болезни рак. А вот у животных, которые живут вместе с людьми, у коровы, например, почему-то находится болезнь рак. тогда поэтому мы должны жить как дикие животные. Такой интересный подход, да? Тогда что, нам надо жить на улице, да? Нет. Но он говорит, лучше есть сырое, чем вареное. Да? То есть такой интересный подход у него. Но не это. А когда Бог действует у нас, знаете, что происходит? Господь Бог возлюбил нас, и Он послал Иисуса Христа, чтобы Иисус умер на кресте. Затем Он разрушил всю стену греха, которая преграждала связь между нами и Господом Богом. И мы в первую очередь должны поверить в это слово. Когда вы поверите в Господа Бога, неважно кто вы, между вами и Богом, та преграда, которая мешала вам общаться, будет разрушена. И когда вы будете жить с Господом Богом, вы будете иметь самую близкую связь. Наши мысли, мысли Господа Бога отличаются. Бог сказал, мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, мои пути. Почему Бог говорит? Когда Бог сотворил сначала человека, Бог сказал Адаму, вы можете есть от любого дерева, но от дерева познания добра и зла, которое посреди рая, не ешьте. Почему Бог сказал не ешьте? Потому что если мы съедим плодать от этого дерева, тогда у нас появится знание, которое может различать, что добро, а что зло. Если мы будем жить связанно с Господом Богом, во всем мы можем жить в благословении. Однако Адам и Ева были искушены дьяволом, и поэтому они вкусили от дерева познания добра и зла. И тогда появилось человеческое знание, человеческое понимание добра и зла появилось. Однако это знание, которое приходит от дерева познания добра и зла, оно противоречит Слову Господа Бога. И на протяжении тысячи лет дьявол действовал среди людей и разрушил наш способ мышления так, чтобы оно отличалось от мышления Господа Бога. Когда я имею свои мысли, я никак не могу войти в мир Господа Бога. Когда Иисус Христос был на земле, многие люди встретились с Иисусом. Иисус говорит человеку, который болел 38 лет, встань, возьми постель твоих одей. Но в тот момент встань, возьми постель твоих одей. Чтобы послушать этого слова, мне нужно оставить свои мысли. Почему? Потому что у меня есть мысли о том, что я не смогу ходить. Я же в прошлый раз упал, ведь я старался, но у меня не получилось. Как я смогу ходить? У меня ведь не получается как я смогу встать и ходить. Дьявол всех нас на протяжении тысячи лет искушал, чтобы мы шли совсем в противоположную сторону от слова Господа Бога. чтобы мы могли следовать за Господом Богом. В самом последний момент. Очень важно, ты будешь верить своим мыслям или же будешь верить Слову Господа Бога. От этого все определяется, все решается. Да, мои мысли все злые, все неправильные. Однако, когда я оставляю свои мысли и тогда, когда я верую в Слово Господа Бога, тогда ясный мир Господа Бога начинает поравляться в нас. И когда Слово Господа Бога стало единым с моим сердцем, когда я смотрю, я точно грешник, потому что я много грешил. Однако, я говорю, когда мне было 19 лет, мне кажется, мы почти каждый день ходили воровать. один раз я попался к хозяину и хозяин закричал вслед меня, ты же сын такого-то, я тебя знаю, ты же сын такого-то. Я подумал, все, конец мне. Знаете, он однажды пил с моим отцом и говорит, ты знаешь, твой сын, он растоптал все мое поле. На самом деле, я не растоптал все, потому что я верил в Иисуса, поэтому я старался, чтобы ничего не навредить, и поэтому, знаете, и даже срывал не все, так скажем, фрукты, а отнюхал, пробовал, они созрели или нет, и только созревшие я собирал. Я подумал, можно, надо отомстить, ему действительно все, ему растоптать. Но отец услышал об этом, он пришел ко мне и говорит, из-за тебя мне стыдно жить в этой деревне, нам что, переехать нужно из-за тебя? так мне было обидно. Я думал, вот надо пойти к нему снова и все растоптать. однако, как бы я ни смотрел, знаете, я злой человек, обманщик, вор, однако, Бог говорит, Иисус говорит, что я правда. Не, ну я злой, я грешник, так меня учили в церкви, но что я принимаю? Вот что зависит. Или грешник прав? Или же все-таки прав, что я праведник? Знаете, действительно ли я грешник? Или же я все-таки праведник? Да, я согрешил, поэтому я считал, что я грешник. Однако, Библия говорит, что я праведник. Но как же я могу сказать, что я праведник? Я же грешник. Но, Библия говорит, что Иисус очистил твой грех, поэтому ты праведник. Тогда, мне нечего было уже сказать на это. Вот как! Значит, я действительно праведник. Неважно, мне кажется, что я прав или нет, важно, что слово говорит мне. Я читал Библию, однако, я всегда считал себя грешником. Но, Библия говорит, что я праведник. Кремлина, 3 главе, 23-м, в чихе написано, 4 глава, 25 стих, который предан за грехи наши и воскресе для оправдания нашего. Иисус Христос, Он оправдал нас. Значит, я праведник. Когда я читаю Библию, если слово говорит, что я праведник, тогда я праведник. Да, человек, который болел 38 лет, он не может ходить, но если Иисус говорит, ходи, дочь Иера умерла, но Иисус, если говорит, спит, значит, спит. Во время моей брачной, во-первых, Ганне Галилейском, не хватало вина, но если Иисус говорит, что это вода, вино, значит, это вино. Я понял, что мои мысли, они неправильны. И с того момента я начал говорить, что я праведник. Что я праведник. Однако, да, у меня продолжают появляться мысли о том, что я же все-таки согрешил, поэтому я грешник. Я согрешил, но Иисус Христос очистил мой грех, поэтому я праведник. И тогда мы можем вводиться в одежду, которая называется Бог. Человек, которого ужалил ядовитый змей, знаете, когда его ужалил змей, говорят, если в нем образуется иммунитет от яда, тогда это будет самая радостная весть для зараженного человека. самая радостная весть это о том, что у него образовался иммунитет против этого яда. Если образуется иммунитет против яда, даже если он будет пить со стакана яд, ничего не будет опасно для него. Человек, который смог победить яд, у него есть иммунитет от яда. да, меня ужалил змей. Но поскольку у меня нет иммунитета, надо найти такого человека, у которого будет одняковая группа крови и у которого есть в крови иммунитет. И тогда его кровь входит ко мне и побеждает яд ядовитый змей. тогда я тоже смогу победить яд. Я грешник. Сто процентов я грешник. Кто бы ни смотрел, я грешник, потому что я грешил. однако а слово что говорит? Слово говорит, что я праведник. Слово говорит, что Бог оправдал меня, потому что Иисус был предан за грехи наши и воскресе для оправдания нашего. Если Иисус говорит, что я правдан, значит я действительно оправдан. И тогда мое сердце, которое было греховным, освободилось от этой мысли и приняло слово о том, что я праведник. Когда у меня стало одно сердце с Иисуса, кровь Иисуса Христа праведна и моя кровь тоже праведна. И теперь у нас одно сердце с Ним. И с того момента знаете, что начало происходить? Я с Богом стал с одним сердцем. Брат Чи Йоанн, когда его ужалил Скорпион, когда он нам умирал из-за брюшного тифа. Один брат однажды в нашей церкви, он лежал в Бани Ци Ханя, и в тот день я закончил семинар в церкви Тонг-Сауль и где-то в одиннадцать часов вечера раньше я ездил только по большой дороге, потому что там как хорошая дорога, а в узкой, так скажем, много светофоров. Я думал, что в центре не будет пробок, и поэтому я поехал по центру и проезжаем в больницу одну. И моя супруга говорит, дорогой, здесь же у нас один брат. А, точно, совсем забыл. Уже поздно, правда, но если не сегодня, то когда мы сможем к нему снова пойти, поэтому давай пойдем к нему. наш брат из-за болезни рак, он находился почти в вагоне, я ему сказал, брат, да, пастор, вот послушай, вот допустим, если бы ты повиновался слову Господа Богу, жил бы по слову Господа Бога, молился много, ты бы исцелился от болезни? Конечно, пастор, я бы сразу бы исцелился бы. Он попался в мою ловушку. Я сказал, ты уже совершенный. Иисус Христос, Он ведь сделал тебя совершенным, ведь Он умер на кресте за тебя. Ты сможешь исцелиться. Тогда Он вдруг встал, да, точно, пастор, ведь так есть. И мне было так радостно, что Он принял слово. Затем, уже было поздно вечером, я сказал, все, мы уходим, тогда Он нас провожал до лифта. Я говорю, все хорошо, Он говорит, да, до свидания, пастор, увидимся. И я был очень рад за Него. Через неделю, когда я поехал к Нему, Его сердце вернулось в прежнее состояние. Он думал, я умру. Я думал, почему ты не поверил в это слово, брат? И знаете, я с Ним общался, я сказал, что мы праведны, как Иисус, мы святы, как Он. Бог оправдал нас, и Он же так говорит нам. Очень подробно я рассказал Ему это слово. Однако брат сказал, хорошо. Но через два дня брат покинул этот мир. наш брат не смотрел бы, если он на свои недостатки, если бы он смотрел на крест Иисуса Христа, если бы он верил бы, что и Господь исцелит его болезнь. После этого знаете, когда братья заболевают, и сердце становится слабым, я понял, что надо часто с ними общаться. На самом деле, неважно, какая болезнь, у нас есть всемогущий Бог. И всемогущий Бог, чтобы Он мог жить в нас и действовать, нам нужно одно всего лишь иметь. Всего лишь одно. Что нужно? Нужно верить, что я одно целое с Богом. Когда я сажусь в истребитель. Даже если нет навигатора, тогда я ничего не вижу. Однако, если я сажусь в современный, самый последний истребитель, тогда я могу пользоваться самыми современными технологиями. То же самое, если я верю в Иисуса Христа, тогда, когда я становлюсь с Ним единым, тогда мудрость Иисуса, мир Иисуса, сила Иисуса, власть Иисуса, все, что в нем, мы можем поблагодать, использовать все это и все усие преодолевать силою возлюбившего нас. Чем мы преодолеваем? Верою. Иисус Христос очистил весь мой грех. Ой, Господь Бог, я теперь одно целое с Тобой. И когда я оставляю свои мысли и когда я соединяюсь с Господом Богом, я оставляю мысль о том, что я грешник. Я оставляю все мысли, что у меня есть беззаконие. И тогда, когда я верю в Слово Господа Бога, тогда можно сказать, что вот выстреблитель вы можете использовать и автоматом, и пулеметом, авиапулеметом. Все, что есть в самолете, будет под вашей властью. То же самое. Господь Бог это как современный истребитель, в котором есть все. Такой у нас Господь Бог. И поэтому не мне надо стараться стрелять. просто надо на кнопку нажать и тогда уже само будет стрелять. Знаете, говорят, в секунду исполнители могут выпускать сразу несколько сотен пуль и быстро, быстро летят пуль. И самолет становится легким. И говорят, что самолет начинает его сбрасывать наверх. Так рассказывают те, которые действительно пробовали. Все, что в самолете пилот может использовать, то же самое, когда мы входим в Господа Бога, в Иисуса Христа, мудрость Иисуса Христа, сила Господа Бога, добро Господа Бога, покой и Господа Бога. Все, что в Нем, мы можем насладиться. Бог сказал, что вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Когда я верю в Иисуса Христа, когда я стал единым с Господом Богом, тогда мудрость Божия будет в вас. Вы будете понимать слово Библии, которое вы до сих пор не понимали. И эта мудрость будет вести вас, чтобы вы попробовали тот мир, который до сих пор никогда не видели. Вот попробуйте, представьте себе только, такой человек, как Уцупак, передавал слово перед 800 миллионами человек. Бог открыл путь, чтобы я мог говорить слово. Все они очень известные люди и приглашали нас в известные телерази компании. Я же никто. А также многие люди после этого свидетельствовали о том, что они получили спасение, то, что они получили милость во время этого библейского семинара. Многие пастора оставили подобные комментарии. В дальнейшем хочется только транслировать проповеди и утром, и вечером, всегда. мне кажется, что все это снится мне. Я никто. Но когда я посредством сил Иисуса Христа иду вперед, когда праведность Иисуса становится моей праведностью, когда святость Иисуса Христа становится моей святостью, когда мудрость Иисуса становится моей мудростью, когда сила Иисуса становится моей силой, тогда верою мы можем идти вперед. Как это стало возможным для нас, скажите? Потому что Бог сделал. Да? Решили в руководстве, чтобы так проводить мероприятия. Знаете, многие телерадиокомпании мне дали материалы, где были комментарии, и все с большой радостью. Нужно было платить большие деньги, но в многих телерадиокомпаниях бесплатно позволили транслировать, а некоторых только взяли за расходы электричества. действительно так удивительно было. Я благодарен Господа Бога за Его деяние. Когда я смотрю, порой я смотрю и думаю, я же ведь никто. Но когда я посредством Господа Бога иду вперед, вчера я сказал сыну нашего пастора Ким, знаешь ли слово, что есть Евангелие от Марка? Я не прошу тебя сделать какие-то великие дела. Просто не надо избегать трудностей. Попробуй сталкиваться с трудностями, когда у тебя есть проблемы. Посмотри, что в слове говорится. В Библии написано, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получится, и будет вам. Не надо переживать просто. Молись за эту проблему перед Богом и веруй в своем сердце. Тогда Господь Бог обязательно будет действовать. Я верю, что Бог может помочь тебе. Братчо Йоанн, когда его ужалил скорпион и умирал. А в Библии, знаете, что было написано? В Исаии. А надеющиеся на Господа обновятся в силе. Надейся на Господа, тогда ты обновишься в силе. тогда ты сможешь победить яд скорпиона. Врачи говорили, что им осталось всего лишь два часа из Кореи до Либерии. На самолете нет прямых рейсов, и поэтому нужно лететь 10 часов. Сколько я могу передать врача? Разве есть такое время? Нет, конечно. Но я отправил ему веру. Йоанн, Господь Бог ни в коем случае не обманывает. Ты скоро умрешь. Так говорят врачи. Однако Бог же яд доходит до твоего сердца и говорит, что ты погибаешь. Однако надеющиеся на Господа обновятся в силе. Бог даст новую силу. Ты сможешь победить яд скорпиона. это не проблема то, что у тебя сейчас яд в организме. И он поверил в Слово. Этот брат через час уснул. Он начал храпеть. Рано утром медсестра она дремала и потом подумала, а, наверное, этот пацан, которого привезли вчера, умер. И, по-моему, она пошла как убрать его тело. Но когда она пришла в палату, Юан говорит, что когда у него было самое плохое состояние, у него было 20, представляете, давление 20 и температура 17 градусов. У нас же 108, к чему-то, а у него 20, представляете давление? Можно сказать, что пусть еле-еле, даже не бился, а просто, знаете, был у него. Ну, давление начало восстанавливаться с большой скоростью. Медсестра удивилась, прибежала к врачу. Говорит, врач, врач, чудо произошло, посмотрите на этого пациента, чудо произошло. Врач посмотрел, говорит, что ты наделала? Я ничего не делала. на следующий день Иоанн встал. Ты как себя, нормально чувствуешь? Да. Ты хоть представляешь, что было вчера? Калл и Мачо вышли из тебя, я тебя мыл. Ты помнишь об этом? Прошло немного времени, врач подходит и говорит, пришел с бумагой и говорит, знаете, вот мне нужно заполнить документ, но я даже не знаю, что написать. Тогда Иоанн сказал, напишите, что Бог действовал. Его нога сгнила, но через 20 дней он смог поправиться. И знаете, его нога сгнила, и нужно было чистить ногу. Из-за яда, который есть в его организме, нельзя было проводить наркоз. Но Бог, который в нас, Он живой Бог. Мы приняли Иисуса Христа. Как? До сих пор я считал, что я грешник. Однако я поверил в Иисуса Христа и принял Слово, что я стал праведным. Я принял Его Слово. Затем мы принадлежим Иисусу. Кто оправдал нас? Иисус оправдал нас. У нас есть сердце, которое любит Иисуса. И этот Иисус, Он вместе с вами. И пока Он будет с вами, неважно какая проблема, какая трудность, Он будет действовать, чтобы освободить вас от этой проблемы. Если просто из-за бремени будете стоять на месте, я тоже размышлял подробно, и тогда у меня появилась вера, что я смогу исцелиться. И я действительно исцелился. когда перед Голиафом стал Давид, так интересно здесь говорится. Все израильтяне, их было так много, однако все боялись Голиафа. Только один Давид верил, что Бог вместе с ним. И он с дерзновением вышел против Голиафа. Что это значит? В нас есть множество мыслей. Другие мысли говорят, что не получится, что подчерпишь провал. Но только у Давида было сердце, что он сможет преодолеть. То же самое это касается и вас. может это не получится, то вам кажется не получится. Вот у меня болит живот. Как я могу есть кимчи? Ведь у меня расстройство желудка. Как я могу питаться? есть когда мы ясно читаем Библию, я много раз перепроверял слово. А когда я проверял слово, слово ясно говорит о том, что если я поверю, я буду здоров. Значит, стоит поверить в слово Господа Бога. И я решил поверить в слово. Посмотрим, буду я здоров или нет. Надо же есть, если я здоров. я начал есть. Да, была диерея, было нелегко. Но я думал, но я же здоров. Я же поверил. Слово говорит, что я здоров. Тогда почему у меня еще болит живот? Мне было непонятно. Я должен быть здоров. Почему же продолжается? И потом я обнаружил в слове дочь Иера В наших глазах она умерла. Но Иисус говорит, что она спит. А, когда я смотрю, может быть, в глазах Ия Ира, дочь ее умерла, но Иисус говорит, спит. Не тревожьтесь. Может быть, Иеру кажется, что она умерла, но Иисус говорит, что она жива. Мне кажется, что у меня диаре, и что все болит. Но Иисус говорит, что «Я здоров, значит, я здоров». И тогда я пообедал, и снова была диарея. Но после ужина же уже не было диареи. Я стал полностью здоровым. Бог наш теперь хочет, чтобы вы оставили свои мысли и пребывали в Слове Господа Бога. Все, что вы знаете, оставьте. И Господь Бог, Он будет жить среди нас и будет действовать. Аминь. Бог будет действовать среди нас. Такого Господа Бога, если мы будем иметь, что может быть проблемой, скажите? У нас есть множество мыслей, которые говорят, что нет, нет, не получится, не получится. Давид же, Он идет. Многие мысли, которые появляются у нас, говорят, что не получится. Но Иисус в нас говорит, «Я очистил твой грех». Он говорит, «Я с тобой». Ты свят, ты праведник. Вы говорите, «Нет, ну не так же». Нет, слова нет, оставьте. Все, да, которые боялись Голиафа, идите домой. Достаточно одного Давида. У нас тоже есть множество мыслей. Кажется, что не получится. Однако Иисус, который в нас, Он говорит, что «Я с тобой». Я буду помогать тебе. Я буду действовать. Тогда эти голоса, которые вы слышите, игнорируйте. Вот, у меня уже живот болит. Ой, лучше отдохнуть. Нет, скажите, мысль. Отдохни, уйди от Меня. Иисус, который в нас, чтобы Он действовал в нас, все мысли, которые кажутся, что не получится, оставьте эти мысли. Закройте их. Чтобы Иисус Христос пребывал в вашем сердце и чтобы Он действовал в ваших сердцах. Тогда вы будете Давидами и вы будете людьми Божьими. У вас есть Иисус Христос. И Давид победил Голиафа Богом. И вы тоже сможете победить. И я верю, что вы будете получать славу Божию и раз, два, испытав Его деяние, вы увидите, что а, Бог так действует, значит, Его надо вот как верить. В этот раз тоже буду верить. Бог будет действовать и в этот раз. Вчера я общался с пресс-фиктором Кимон Даль и сказал, пресс-фиктор Кимон Даль, живите теперь ради Бога. Не заметите, как вам станет 80, 90, 100. Конечно, может, вы будете жить до 150, но время будет лететь. Трудитесь ради Христа. И станем перед Богом. Тогда Господь во всем будет нам помогать. Рано утром приезжайте в церковь. Будем встречаться с людьми. Будем передавать Евангелие. В Фиджи. Он, знаете, так активно передавал Слово. Но приехал в Корею сейчас. Теперь в Корее пора. И сказал, да, живите ради Евангелия. Один-два раза, если вы попробуете, будет интерес появляться. Еще раз попробуйте. И вы увидите, как Бог действует. И когда у вас появится вера, не вашим сердцем, а сердцем Иисуса Христа. Все говорили, что не получится, но только один Давид говорил, что получится. Все говорили, что не получится, но Библия же говорила, что возможно, мы веруем Слово Господа Бога. Я был очень темным, мрачным человеком. Но в 62-м году, когда Иисус Христос родился в моем сердце, мудрость, которого у меня не было, покой, которого у меня не было, праведность, которого у меня не было, святость, которого у меня не было, все это Бог дал мне. В этот раз по всему миру Он позволил. Кто-то говорит, да, аж 240 телерадиокомпаний без причины. Они на протяжении недели стали транслировать мои проповеди. Я благодарен Господу Богу за это деяние, за этот путь. Я верю, что Бог действует. Дорогие братья и сестры, не надо верить в себя, который является, знаете, древним истребителем. Садитесь в самолет самый современный, который называется Господь Богом. Садитесь в Иисуса Христа. Живите сердцем Иисуса Христа. Тогда я верю, что вы будете Иисусами. И Бог будет действовать через вас. И все люди вокруг вас будут меняться, ваша семья будет меняться. И я верю, что вы будете получать благословение Господа Бога, которое будет построено через Иисуса. Садитесь в этот раз, Садитесь в overheard. Конец. Садитесь в группе.